Позади месяцы подготовки и десятки тренировочных заданий. Волнение и заветные 100 баллов. К тому же по двум предметам. Теперь Софья Штапнова приходит в родную гимназию в гости в качестве выпускницы. Соня говорит, что училась хорошо всегда, но серьезно готовиться к ЕГЭ начала только в 11 классе. Очень много мы прорешивали на уроках задания формата ЕГЭ. На английском мы каждую неделю тренировали аудирование, пробники решали. На русском у нас был специальный справочник, отведенный только для теории. В общем, в школе у нас очень много времени подготовки уделялось. Новость о максимальных баллах за экзамен сразу поделилась с родителями. Когда я об этом узнала, я находилась в общественном месте, поэтому не могла закричать, не могла там ни плакать, ничего. Но очень хотелось. Сразу маме позвонила. У меня все эмоции были в родителе в основном. Я в шоке просто находилась. У меня мама, она сразу заплакала. Выпускница подчеркивает, ее результат – это хорошая подготовка и, конечно, заслуга учителей. А справиться на самом экзамене помогли поддержка одноклассников и умение сохранять спокойствие. Преодолеть стресс, по словам Сони, самое сложное. Мне кажется, что если бы все ученики относились к этому никак, к чему-то, что предопределяет их судьбу дальнейшую, а как просто годовой контрольный, результаты были бы лучше. Потому что все люди разные, далеко не у всех фактор стресса является двигателем прогресса. Поэтому, мне кажется, просто нужно как-то уметь совладать именно с паникой. Учителя гимназии добавляют. Главное – заинтересованность школьников и творческий подход педагога. Это беседы, это беседы на английском языке. Мне само интересно, что-то для себя каждый раз новое узнаю. Задача учителя – заинтересовать. Не просто научить чему-то, а что-то новое, какие-то факты интересные рассказать. Какое-то видео найти, которое там нету к учебнику, самому что-то. То есть, увлеченный должен быть еще и учитель. Кроме учебы, активно выпускница занимается музыкой и не раз побеждала в республиканских и международных конкурсах. Всего в Карелии единый госэкзамен на 100 баллов сдали 24 выпускника. По сравнению с прошлым годом количество высокобальных работ увеличилось. Мы рады, что не только в петрозаводских школах, но и в районах республики ребята показывают. И в Сартовальском, в Петкеранском, в Кондопорском, в Пряжинском, в Уизерском районе. Чуть больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было за основной период 22 результата, в этом уже 24. И два 200-бальника. Последний раз это было только в 2019 году. У нас были 200-бальные работы. Поэтому приятно отмечать такие результаты. На днях Софья узнала, что поступила в Московский государственный юридический университет. А будущим 11-классникам Соня советует меньше переживать и обязательно отдыхать между подготовкой к экзаменам. Юлия Бераева, Максим Зверев, Борис Касьянов, Служба новостей.